Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы прийти, не имея огорчения, от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Так пишет апостол Павел, ссылаясь на первое послание, где он действительно обличает во всех грехах, которые были тогда. В Коринфской церкви это и суды у неправедных людей, это и то, что они говорили, я Павлов, я Аполосов, а я Кифин. И апостол говорит, слава Богу, что я никого из вас не крестил. Далее разногласие, которое было там еще, о какой скорби, говорит апостол Павел, был там еще и развращенный в среде их, который, в общем-то, согрешил грехом кровосмешение со своей мачехой. И это тоже достаточно скорбно легло на сердце апостола Павла, который создал эту общину в городе Коринфе с надеждой, что она будет такой образцовой, и что она находится в таком достаточно важном стратегическом географическом положении, где это перешей, как вы помните, 6,5 километров, омывается двумя морями, и где город большой миграции выбран апостолом Павлом для того, чтобы исполнить заповедь распространения Слова Божия, как заповедовал это Спаситель в Деянии апостолов, 1 глава 8 стих, где он говорит, что идите и даже до края земли. И многие другие скорби, которые были в Коринфской общине, это неправильное понимание их даров Святого Духа, где они иностранные языки, дар иностранных языков превратили там в соперничество и превозношение друг над другом, и выдавали естественные знания иностранных языков за благодать Святого Духа. И вот все эти нестроения апостол Павел, они, говорит, были для меня скорбью, и не хотел я прийти к вам тогда, чтобы мой гнев, такой вот праведный в некой степени, не вылился бы в наставление по отношению к вам. И какое-то время апостол Павел помедлил, и мы видим, что уже здесь, во 2 главе, дальше, как мы с вами прочитаем, он переходит к такой другой немного интонации, и хвалит Коринфян, что они вняли его словам, его наставлениям. «Если же кто огорчил, — пишет он в 5 стихе, — то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, я все, а и всех нас». То есть он не выставляет себя как таким, что вот он только пострадал, что, как он говорит, и в другом месте, и здесь примерно так же, что страдает ли один кто-то в церкви, страдают все, как и в теле. Если болит, например, зуб, то все тело, в общем-то, да, уже никуда не бежит. Вот, единственное, есть мысль пойти к зубному врачу, который пугает каждого человека, но тем не менее деваться некуда. Поэтому он так и говорит. «Для такого довольности, если кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех нас». «Для такого довольности его наказание от многих». Это он говорит как раз о том кровосмесителе, о котором он тогда сказал, что «извергнете извращенного из среды своей, и с таким даже не есть». И теперь апостол, видя и слышу, наверное, от Тимофея, потому что это послание начинается, что он приветствует Коринфскую церковь вместе с апостолом Тимофеем, а апостола Тимофея он туда послал вместо Аполлоса. Как мы помним, Аполлос был епископом города Коринфа, но настолько там были эти действительно нестроения, что он в какое-то время удалился в такой молитвенный затвор, скажем так. И апостол Павел об этом узнал, и тогда послал туда молодого епископа Тимофея. И, наверное, скорее всего, от Тимофея он узнал, что там есть исправление, и что они услышали слова апостола Павла. Поэтому он так пишет в 7 стихе. «Так что вам лучше уже просить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью». Простить и утешить. То есть вот этого человека. «И потому прошу вас оказать ему любовь». Действительно, что нельзя относиться, и апостол Павел здесь, наверное, узнал, что к нему относились очень долгое время с презрением. Но если человек исправился, если он попросил прощения и встал на путь покаяния, такого человека надо прощать. И я вам скажу, нужно не только уметь просить прощение, прощать, как... Вернее, не я скажу, что я могу сказать. Да, отцы церкви и сам Спаситель говорит не только уметь просить прощения, но уметь и прощать. Помните, как Господа и Спасителя Иисуса Христу подошли и сказали, сколько раз прощать брату согрешающему? До семи ли раз, как было в законе Моисея? И тогда им Господь говорит до бесконечности. 777. Цифра бесконечности. То есть если человек просит прощения, если человек желает примирения, надо его простить. Если же мы ищем примирения у другого человека, вот другие говорят, а я у него попросил прощения, а он мне не прощает, и вот что же мне делать? Это уже дело того человека, кто не прощает. Наше дело самим искать пути примирения. Если не прощает, то предать его в руки Божьей, сказать, Господи, сам измени его сердце, помоги ему, чтобы и оно смягчилось, чтобы я с ним примиряюсь, чтобы и он меня простил. Но наше дело, и Бог будет смотреть на то, что мы имеем это намерение, от всего сердца простили человеку и искали примирения с ним. Поэтому здесь апостол так и выражает этим словом, и потому прошу вас оказать ему не просто почтение, не просто принять, а любовь. «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны». Видите, почему он употребляет это слово «узнать на опыте». То есть не только ли вы даете обещания, а действительно ли их и исполняете. Потому что говорить можно много, а вот исполнять — это другое. Об этом как раз апостол Павел будет писать дальше в третьей главе, говоря о том, что вы письмо у Христова. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил, для вас от лица Христова. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Видите, тут апостол напоминает, что строящий козни и разрушающий все, и желающий раскола, как в человеческой душе, как в семье, как в церкови, так и в обществе — это один, одна личность — это дьявол. Он — сатана, он — противник. Ему вредно и тошнит от всякого единства и любви, которая царит между братьями и сестрами. И он всячески старается разорить единство любви во Христе и со Христом. Поэтому апостол здесь и напоминает, не думайте, говорит, что это просто какие-то ваши, там, человеческие, что дьявол, он тоже не дремлет. Он подыгрывает, посылает своих бесят, чтобы, да, всячески нас расстроить, сначала внутри расколоть, и, там, может быть, даже пошатнуть нашу веру. Ну, и потом, если у человека внутри нестроение, то он это нестроение распространяет и вокруг себя. И далее апостол пишет следующее. «Придя в Триаду, 12 стих, придя в Триаду для благоествования Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Видим, что апостол здесь искал помощника, брата, Тита, для того, чтобы, как и сказано, и дано повеление самим спасителям, идите двое-трое. Он решает, но огорчился, что не нашел, но, как говорит далее, продолжил свое миссионерское путешествие. И 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». То есть очень важные, интереснейшие слова, которые говорят о том, где апостол Павел говорит о том, что для одних, действительно, для одних наша благая весть и проповедь о Христе, умершем и воскресшем, это как благоухание, потому что люди воспринимают эту весть, приводят свое сознание, свое осмысление, в общем, весь образ жизни к покаянию, а для других это запах смертоносный. Для кого? Для тех, кто противится. А почему он для них смертоносный? Потому что они знают и слышат о том, что им говорят, что ждет таких людей огонь, да, неугасимый, и червь неумирающий. Но тем не менее, вот это вот само противление, оно очень опасное состояние. Одно дело, есть вот, помните, у апостола Иоанна Богослова, он пишет, есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Вот грех не к смерти, это когда человек, ну, чего-то не знает, но он стремится это узнавать, такой вот грех, в общем-то, не противление, а просто грех по невежеству. А другое дело, когда человек знает, но противится. Помните, как апостол Павел пишет в послании к римлянам в первой главе с 20 стиха. Так как они, познав Бога, но не прославили Его, как Бога, и омрачилось несмысленное их сердце, считая себя умными, мудрыми, обезумели, и славу Бога Небесного, поклонение Богу, превратили поклонение в образ человеческий, и дали-то. И потом мы помним, там целый идет перечень грехов, к чему это приводит человека. Там мужеложники, скотоложники, родители в непокорные, и прочие-прочие грехи. Первую главу мы с вами рассматривали, 20 стиха, послание к римлянам, и так далее. То есть, действительно, для таких людей, противящихся Слову Божию, противящихся благой вести, это запах смертоносный. И вот апостол завершает эту главу 17 стихом и говорит так, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие». Это очень важно. Неповрежденное Слово Божие. Поэтому миссия церкви есть возвышение неповрежденного Евангелия людям, которые находятся за пределами православной церкви. Действительно, церковь, как тело Христова, главой которой является сам Спаситель, сохранила Священное Писание во всей полноте Духом Святым. Потому как Священное Писание есть часть Святого Предания. И так и говорит апостол, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». И действительно, сегодня мы видим, что есть такие люди, которые называют себя христианами, но они повреждают тексты Божественного Откровения. Мы много с вами об этом говорили. Есть так называемые, это мой такой термин, это библейские сектанты. Почему так? Потому что они берут как бы Библию, но понимают ее по-своему. И еще более хуже, что они делают, они создают свои переводы. Почему не протестанты и неопротестанты? Потому что, например, свидетелями Иеговы их протестантами или неопротестантами назвать нельзя. Они не верят во Христа. Там и Тринидолой, где вопрос святой учения Святой Троицы, оно повреждено. И поэтому их нельзя назвать даже и как-то неопротестантами. Это такие библейские сектанты. Библия искажена, их новый перевод Библии просто до неузнаваемости. Также есть искажения и в баптистских переводах, есть искажения, мы с вами рассматривали как-то и в адвентистских переводах, где они редактируют те или иные тексты в таком узкоконсистенциональном понимании тех или иных вопросов. Поэтому проповедь Евангелия это проповедь неповрежденного Евангелия. Как пишет об этом святитель Николай Японский, просветитель Японии, когда к нему пришел один протестант и говорит о том, что вот мы приближаем Царствие Божие, мы распространяем Евангелие по всему миру, он его так немножко остудил и сказал о том, что в общем-то поврежденное Евангелие не есть благовестие Христово. И далее говорит, что Евангелие должно быть распространено даже до края земли, провозглашено даже до края земли в православном понимании, то есть в понимании в естественном свете, присущем ему в понимании в святом предании, а святое предание есть Дух Святой, живущий в церкви с дней Пятидесятницы. Поэтому не будем обманываться в этом вопросе, как апостол Павел говорит, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Господом во Христе. КОНЕЦ